всем привет друзья сегодня мы посмотрим новинку xcom химера склад иском отряд химера это спин офф вселенной xcom события в игре происходят через пять лет после завершения войны в xcom 2 старейшины покинули землю но оставили своих слуг и люди с пришельцами пытаются мирно уживаться игра происходит в городе 31 куда прибыл отряд химера для помощи в поддержании порядка давайте начнем наверно на экспертной сложности подобными играми я знаком обучение обязательно нету русского языка в игре оставляет здоровье между боями наполовину но пускай будет как базовых настройках 2 минуты Hey godmother is this like the old days xcom swooping in and taking it to the bad guys Я не знаю. Я сплю большую часть войны тренировать резистансы. Как у меня. И для многих, многих лет службы. Смотрите. ХКОМ привлекает тебя к университетам, и пускает тебя в филе во время готова. Как это не так, как в древних временах? Я просто рада быть здесь. Я встала во время войны. Я надеюсь, что я подняла мой вес. Для чего-то, именно? Я считаю это очень тяжело. Конечно, Адмит. Ах-хм. Мы через качекпоинт. Я никогда не был Адмит. Но они были подходить к тебе для блоки-хелмет. Стоит, двоих. Мы здесь. 3-1-пд дали нам все открыто. Возьмите твои герки и готовься к войне. Виспор, какой статус ваша? И какой Верджа-Эта? Верджа-Эта работают, конечно. Верджа-Эта. Верджа-Эта. Как? Верджа-Эта не двигается. Он... эээм... Он обрадил кота. Верджа-Эта. Верджа-Эта ситуация? Воспорчивайся. Виспор, какие угрозы в следующей комнате? Немного хостелев, я не уверен от твоего подхода. Камера-сквад, возьмите позиции. Препите за обрадение. Режим проникновения. Отряд химеры начинает каждое задание, заняв позиции возле предполагаемых точек проникновения, чтобы заставить врага врасплох. Вы можете уточнить присутствие врагов рядом с каждой точкой и наличие ситуационных модификаторов перед тем, как принять решение. Порядок, в котором вы добавите бойцов ячейки, определяет их очередное вступление в бой. Парадная дверь. Зелененький щит. Удобная мишень. Каждый успешный выстрел по врагу будет критическим. Выберите ячейки. Проникновение, чтобы добавить агентов. У нас доступно три агента. Можем их переменять между собой. Порядок. Временаем ячейки. Уровень один из трех. Не готов. Солдат. Выбор целей во время обрекновения. Переключайтесь между доступными целями с помощью таба и левого шифта, чтобы выбрать нужную. Используйте выбранную способность с помощью энтера. Таб работает. Да, и шифт тоже работает. Открыть огонь. Не готов. Сто процентов. Вероятность. Готовность. Сто процентов. Не готов. Готовность. Сновать. Который готов стрелять. Урон. Три-четыре. У него тут четыре жизни. Это мы сможем. Вероятность не убить. А у нас крит. Попадание. Сорок пять процентов. Это видимо меткость. Дальность оружия. Плюс одиннадцать. Удобная мишень. Плюс сто процентов. Крит. Удобная мишень. Атака с фланга. Будет в случае крит получается. Реакция противников. Неготовность. Не готовые к бою враги получают страв к защите и не могут действовать во время фазы проникновения. 4-6 урона. Четыре жизни. Реакция противника. Неготовность. Получают защиты и не могут действовать. Но это понятно. Это мы уже видели. Низкое укрытие. Добавляет. Снижает вероятность попадания. Здравствуйте. Меня зовут Майор Найтингель. Это наш домик? Пришла к Музеем Юрий 31. У нас есть только записка. Как часто говорю, временная шкала ходы и передвижения агента их противники действует по очереди текущее место бойца в нем показано на флаге у него над головой и на временной шкале обновляясь в конце каждого хода у каждого агента есть два очка действия которые можно потратить на выстрел передвижение или активацию способностей значком синего щита отмечено укрытие отражеского огня для бойцов которых можно который можно занять перед выстрелом зайдя с фланга нет может занять выгодную позицию точнее поразить цель временная шкала позволяет определить когда он дойдет до врага чтобы современно реализовать угрозы и защитить своих товарищей прежде вам станут доступны снаряжение позже и способности способные повлиять на очередность действий некоторые действия например стрельба заканчивает ход персонажа независимо от того сколько очков действия у него осталось то есть классический x ком 2 очка действия если мы стреляем без перка то мы теряем завершаем ход мы можем также переместиться потратив одно очко движения и провести выстрел на второе ходы и передвижения нажмите получается левый левую кнопку мыши чтобы знать укрытие и видеть противника камеру можно управлять с помощью киуи и понятно так у нас два противника у нас херувим у него пистолет кстати на 2 это вот этот товарищ и нам под отображают видимые цели если мы меняемся то мы улучшаем свою позицию нам бы 2 вырезать потом уходит крестный она доберет 4 но большой вероятностью мы его не убиваем по что нас пистолет который наносит 3-4 урона могу суда переместиться на это будет близко давайте чтобы он не зашел с фланга сюда 56 процентов нам повезло и по процентов ки и по урону 97 у нас дробовик смысл и Интересно. Мы прошли первую комнату, у нас сейчас вторая комната. Порядок действий при штурме. Перед началом некоторых операций вам будет доступно несколько точек проникновения, каждая со своими преимущественными и рисками. Подумайте, стоит ли разделять отряд или отправить всех агентов через один вход. Агенты, которые входят в одной точке, начнут бой рядом друг с другом и будут действовать сообща. Порядок штурма указан рядом с названием точек проникновения. Его можно изменить с помощью стрелочки. Первый, второй, да. Так. Парадная дверь. Под наблюдением. Враги наносят на один больше урона во время проникновения. Вероятно, будут ранены. И второй вход. Последний аргумент. Последний, воспользуйся этим входом, боец получит плюс 3 к урону во время проникновения. Плюс 3 к урону, да. Давайте туда отправим Херувима, у которого пистолет с невысоким уроном. И отправим Вёрджа. Нового члена нашей команды. Крестный терминал пойдут через парадную дверь. Пять противников. Не готов, не готов. Агрессия. Не готов. Давайте пробуем агрессия. Реакция противников. Агрессия. Агрессивные противники откроют огонь по агентам. Их скомы, если те не успеют реализовать их в начале штурма. Да, то есть если мы их не уничтожим в начале штурма, то мы получим от них урон, не начиная, еще не начавшись до начала тактической фазы. Цель 65%, дальность оружия 23%. Хорошо, повезло. Маленькие проценты. Давайте стопроцентного минуса нем одного. Немножко не набрали. А теперь отряд, который вошел с другой стороны. Тут сверху. Давайте кто сверху набирать. Способности агентов. У каждого агента есть уникальная способность, которую можно использовать каждый ход. Со временем у них появятся и другие, в зависимости от их класса и снаряжения. Кроме того, почти всем агентам также доступна способность задержания. Атака не смертельным оружием, гарантированно наносящая небольшой урон. Она поможет получить дополнительные награды на некоторых заданиях. Херуми вместо задержания использует способность энергетический удар. Так, вот наша шкала действий. Второй действует нам бы. Так, шестой, да? Раз, два, три, четыре. Что у нас есть? У нас есть выстрел. Выстрел дробью. Дробовик выпускает заряд дроби, который накрывает небольшую площадь, наносит урон сразу нескольким врагам в нем. И расходует две единицы боекомплекта. Получается, она атакует дробью на четыре клетки вперед. Задержание. Маленький урон. Понятно. И наблюдение. Красное делает ответное выстрел по противнику, который пытается двигаться в зоне огня. Переход в режим наблюдения заканчивает ход. Мы уходим в укрытие. Это, конечно, шестой. Надо его вырезать, потому что он с фланга у нас может садануть. И пытаемся минусовать второго. Доступны два действия. Потом будет вот это действовать, да? Охрана. Там у нас человек с дронами. Терминал отправляет гремлина на помощь союзнику, чтобы восстановить четыре очка здоровья, натализовать огонь или отравление, кислоту и повысить его защиту на 20. Терминал может приказать гремлину охранять себя. Не приводит к мгновенному окончанию хода. У нас шансов попасть нет. У нас либо перемещение суда и атака, но четвертый потом будет ходить, у нас фланга достанет. Надо пытаться минусануть вот этого, значит. Так, Херувим. Кинетический щит Раскрывает энергетический щит, чтобы защитить себя или союзников и превратить весь урон от следующей атаки. Херувим получает одну единицу заряда, когда щит отключается. Не приводит к окончанию хода. Энергетический удар. Так, у нас раз. Потом еще очень много людей будут ходить. Берем в плен. Вердж. Оцепенение. Вердж. Психионически оглушает цель, отнимая у нее от 1 до 2 очков действия, добавляя ее в телепатическую сеть. Эта способность не действует на врагов, уже находящихся в телепатической сети. Боевое безумие. Атакует разум врага, тем самым вынуждая его впасть в стояние берсерка и атаковать ближайшую цель. Одновременно добавляет в кинетическую сеть. Телепатическую. Телепатическую сеть. Эта способность не действует на врагов, уже находящихся в состоянии телепатической сети. И задержание, да? 2-3 урона. Мы его не задержим. Но у нас будет ход других агентов. Если выстрелом, мы его, скорее всего, убьем, да? Ну, давайте задержание. Тем более 100% нанесения урона. Телепатическую сеть. У нас третья комната и опять режим проникновения. Особые точки проникновения. Часть точек проникновения будет доступна только если у вас есть необходимые снаряжения или способности. Добавьте агента с нужной способностью или экипировкой в первую ячейку, чтобы открыть остальные. У Херувима взрывчатка есть. Шумом и грохотом. Никто из охранявших этот ход неагрессивных врагов не будет готов к бою. Ай-херувим. Убейте, подождите. Убейте, подождите. Убейте в следующий раз. Нужно больше чем это. Бри-1-ПД у нас есть тело живое. Патчет через. Если вы угрожаете, я буду адвокатом ленеции. Скоро! Эта праздник... Это про роль XCOM в нашей liberации. Я вижу, что ты читал плакарь. Это не говорит, как они были слабые, и были слабые. Теперь нам нужно было светить светлое. Он держит detonator. Поехали, сейчас! Как это для входа? Пять противников мы видим. Смотрим. Не готов. Не готов. Готовность. 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 Не готовые. Получается. И у нас появляется дополнительная возможность рывок вкрытия. Атаковать. 50% шансом. Близким 60%. Так. У нас следующие там идут с уроном выше. С уроном выше 4. То есть они минусомут двоих. Готовность. Давайте постреляем. Давайте постреляем. Давайте постреляем. Ну добиваем одного. ого. Неловко. Крыть веселог. Кровотечение. Херувим стекает кровью. Но это скриптованное получение урона. Нам показывают, как быть в этих условиях. Потерявшие здоровье агенты, теряют сознание, начинают стекать кровью. Они умрут через несколько ходов, поэтому следите за числом на таймере. Задание будет провалено, если вы не используете способность стабилизации или завершите бой, прежде чем это случится. Как у нас задача защитить заложника? Вот это у нас мэр Найтингел. Способность стабилизации. Давайте стабилизируем. Одну очку действия доступна. Позиция у нас не очень хорошая. Может, по флангу обойти пятый. Ходят наши два агента, потом дальний солдат. Практически без... Давайте наблюдение. Процент маленький. Атаковать. Смотрим, как это работает. У нас картечь, да? Мы можем сразу по двоим, по-моему, нанести урон. Пробуем. Я думал, что она не... Картечь не может промахнуться. Пробуем оцепенение. Наверное, не видим, поэтому не можем. Вторую цель. Оглушение отнимает две единицы действия, то есть полностью лишает его хода. Это нас более чем устраивает. Угу. 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 ну честно счет действия стреляем поэтому на наблюдении стоял у нас ходят три агента будем нейтрализовать хостел стилер Продолжение следует... 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 кризисы или стратегические цели отряд устраняет кризиса мирными способами доступные цели меняются каждый день поэтому внимательно следующий отслеживайте ситуацию как у нас кредиты 145 кредитов можно тратить на приобретение новых предметов или улучшение уже имеющийся доход нулевой у нас есть несколько районов рыбацкий пирс набережная возвышенность железнодорожное депо окраина старый город трубы верхняя площадь городской центр показать важная миссия критически важные задания чтобы завершить день нужно выполнить критически важные задания но мы что-то одно и то же да будет переходить у нас последствия теракте полиции 31 нужна помощь чтобы разобраться последствиям сегодняшнего теракта смерть мэра найтингейл шокировал жителей города мы должны оказать всем всю возможную поддержку на то же самое как у нас что мы можем посмотреть хотел персонажи ладно отправляемся на задание поступление из архивов мы постарались помочь полиции как могли комиссар малов выразила нам благодарность за поддержку полицейских во время атаки выберите следующее расследование потомки сеть людей псионическими способностями по всему городу они уверены что будущее 3 город 31 за телепатами и не желают считаться с мнением жителей по этому поводу серый феникс серый феникс серый феникс организация собирающий на планетной технологии они долго не привлекали к себе внимание накопили арсенал который агентству восстановления нужно конфисковать и священная спираль подпольный оригинозный культ для гибридов они обещают спасение но только тем кто сражался в войне против икс ком давайте наверно с потомков начнём От тех, кто бы уничтожил мир в harm. И каждое из этих группы вверх. Так что дальше? Фокус на одной группе. Инвестивай, уничтожай свои операции и убегай их вниз. Вместе с тем, мы рассмотрим любые связи с смертью. В любом случае, опасная организация на улице. Прямо. Каждый город хочет правительство для Mayor Nightingale. Это как мы помогаем их achieve это. Каждое расследование проходит три этапа. Подготовительная работа. Задание, на котором вам предстоит познакомиться с фракцией и ее методами. Операции. Скрытые задания, которые необходимо открыть и выполнить, чтобы помешать планам ваших противников. Задержание. Остановите последнюю атаку фракции и положите конец одной из угроз навидших над городом. 1300. Потомки процессе. Тура марта. Средняя да скрыто. Лидеры фракций. Все командиры потомков обладают псионическими способностями. поговорив с храмовниками мы предположили что их ослабляет человек необычайной силы хорошо посетили сборочный комплекс карта города сборочный комплекс проекты сборочного комплекса снабжают ваших агентов предметы более высокого качества каждый завершенный проект позволит заказывать на складе новое снаряжение оружие или улучшение для брони не говоря уже других полезных вещах получившие назначение сборочный комплекс агенты уменьшают время нужное для завершения проекта в работе может находиться только один проект сборочного комплекса одновременно единовременно за на завершение проекта может уйти несколько дней и некоторое количество ресурсов чаще всего и лирия работу над проектом можно ускорить направив агента сборочный комплекс однако тогда их нельзя будет отправлять на задание или для нейтрализации кризиса хорошо и лирия это один из трех ресурсов необходимы агентство восстановления он используется в работе сборочного комплекса хорошо только андроиды нам доступны текущий момент построите штаб управления андроидами эта сеть позволит нам использовать андроидов во время задания откроет доступ к новым проектам сборочного комплекса 10 лирия и два дня награда дает одного андроида армейской модели теперь на складе может заказать андроидов открывает доступ базовым проектам сборочного комплекса начать так оружейная новая где-то можете добавить отряд одного отряд нового агента по самому выбору сегодня давайте посмотрим оружейную оружейная позволяет управлять экипировкой и подготовкой агентов наборы экипировки здесь можно вооружить агента также выбрать ему броню и другие предметы способности агентов новые способности можно разблокировать повышая агента звание пустого они наберут достаточно очков опыта биография агентов здесь можно ознакомиться с досье наших бойцов цвет брони при желании можете изменить цветом борьба рвания бойца подробнее дополнительные ячейки наборах и экипировки станут доступны после выполнения соответствующих проектов сборочного комплекса повышение присуждаются агента после того как они хорошо показали себя в бою вместе с новым званием агент получает бонусы характеристикам новой способности возможности пройти новые курсы подготовки все эти действия также доступны на этом крайне хорошо предлагают нам взять одного из трех бойцов давайте посмотрим шелтер роль псионик усиление союзника в телепатические атаки всем здоровьем 10 мобильность 65 меткость 50 воля 0 уклонение 0 крита 50 псионика обмен способности смотрим обмен агент псионический меняется местами с выбранным врагом или товарищем по отряду не приводит к кончанию хода то есть можно вытаскивать на себя врага или агентов туда бросать наоборот недоступно ошеломление агент телепатический дезориентирует всех врагов в зоне действия способности выбраны в качестве цели противник остается дезинфицированным на один ход дольше других используется только один раз задание вот видимо после прокачки будет доступна можно посмотреть биографию но заплатка роль техническая поддержка выведения строя вражеской техники 8 здоровье 10 мобильность меткость воля обилки цепная молния агент отправляет гремлина чтобы ударить током врага урон передает стоящим рядом целям и будет сильнее для рапортизированных противников взломать дверь сломавой дверь начале брендовения боевые сканеры гремлина сканирует комнаты применяет ко всем врагам голографическое прицеливание повышает миска из бойцов при стрельбе по отмеченным целям на 15 используется только один раз задания и затяжка роль перемещения врагов и союзников отравления здоровья 8 мобильность большая меткость обычная уклонение дополнительно то есть меньше урона будет получать и способности опутывания агент опутают стоящего рядом врага наносит ему урон и не дает подействовать следующий ход агент их ском не могут атаковать опутанного врага так как агент пострадает от выстрелов в свободное действие притягивание языком агент хватает языком цель языком и подтягивает себе способность можно использовать как на враждебных так и на русских целях некоторые особо крупные цели потянуть невозможно то есть опутывание можем получить кого-то не давать им походить я думаю что нам в конечном итоге будут все доступны давайте возьмем затяжку на плюс 20 меткой опутывание притягивание языком невосприимчивость к яду адаптации можно использовать для проникновения вентиляционные шахты способности у нас были повышение во время заданий агенты зарабатывают опыт и со временем получают повышение вместе с новым званием агент получает бонусы характеристикам новой способности возможность пройти новые курсы подготовки на некоторых уровнях вам будет предложено сделать выбор между двумя способностями хорошо оснащение пулемет пулемет 35 размер магазина 4 выстрел основного оружия всегда завершает ход агента при отсутствии особых способностей и нательная броня стандартная нательная броня без дополнительных предметов цвет брони мы не будем мне он не важен биография можем посмотреть биографию всех агентов которые у нас есть затяжка межторождение старом мире сибирь до войны вылупилась на базе в новой арктике двадцатом году оккупация шестнадцатый тридцать четвертый год переведена в адвент обучена выслеживать и устранять нежелательные личности принимал участие в оплавах на ячейке сопротивления освободительная война 35 года активно боролась ячейками сопротивления и бойцами иском в течение всей войны 15 лет ей было настоящее время добровольно вызвало служить качестве условного противника для новобранцев икс ком после войны потому что в лагере скучно а так я могу и дальше побеждать их ском поступило спряжение командующие учение полковника кэлли неожиданно нашла с ней общий язык попросила переводе после повышения кэлли до звания директор агентства становления их ском и была направлена в отряд химера с личного одобрения директора крестная давайте посмотрим и оснащение дробовик 46 урона а размер магазина 3 нательная баранья некий дуб предметов нету почему не меткость плюс 20 способности выстрел дробовика на биография агента месторождение старом мире франция до вторжения офицер тактического отряда полиции с устажем несколько лет вторжение ушла в подполье после гибели пореже несколько лет тщетно разыскала свою семью оккупация 16 34 год тренировала бойцов ранних течениях сопротивления европе активно против а с прямым военным действием так и понимала что они придут за собой беспощадной карательной операции оказалась связала с бойцами проекта из ком когда он переживал свои худшие дни осталась дружественно настроена гражданским лицом в годы восстановления организации в тридцатом году разработала офицерскую программу отборы подготовки рекрутов для икс ком официальную программу освободительная война тридцать пятого года полевую координатор ячеек сопротивления поддерживает икс ком тридцать четыре года то есть она уже взрослая настоящее время привела программа подготовки новоградца иском соответствии с потребностями детства восстановления временно если нас отрядов x ком чтобы подготовить его к несению службы хорошо давайте дальше смотрим 812 мобильность хорошая крестное оснащение пулемет такой же как у затяжки насильная броня до предметов нету способности агента к этому пока не видим охрана и взломать дверь взламывать дверь и то же самое как предлагали нового агента то есть она техник хорошо биографии давайте посмотрим месторождение китай местный ребенок семье фабричной работницы повара вторжение родители умерли первого не вторжения дядя забрал ее вместе с ней бежал в лагерь для пересененцев роза четыре года оккупации 16 3 4 после того как дядя умер от болезни его дочери лагерный врач потерявшего вторжение единственного ребенка вместе с приемной матерью привелась небольшой город на край начал помогать им маленькой клинике после уничтожения города в ходе карательной операции адвента спасена бойцами чеки сопротивления и продемонстрировать продемонстрировать неожиданную смену характера сводительная война 35 года стала полем врачом для своей чеки сопротивления продемонстрировала полное отсутствие страха и спасла несколько сот жизней вот 24 года настоящее время сперва агентство становления отклонила ее заявку но она падала вторно согласившись на регулярное психианическое зондирование психианическое зондирование для подтверждения пригонности к войны службы после прохождения испытательного срока направленного отряд химера следующий наш боец это херувим пистолет карать нательная броня и топ предмет штурмовая подрывной заряд способности которые мы видели и энергетический удар заряд кинетического щита кинетический щит биографии агента месторождение эстония до войны херувим принадлежал к потерянному поколению партии клонов гибридов которые получили стандартную подготовку адвента не успели пройти инду и индук три нацию освободительная война 35 подружественными бойцами x-ком весля для клонов сразу после рождения психологический возраст 0 лет физиологически 6 18 лет настоящее время перейдем лагер для военнопленных обширное тестирование на не вывел сочувствие к идеологии адвента даже несмотря на то что прородителем данной партии является белус мар освобожденный из лагеря переведен переведена в проект иском качестве эксперимента по адаптации потерянного поколения для дальнейшего использования их боевых навыков перенаправлено в агентство восстановление после того как показал свою полезность подал рапорт о переводе в отряд химера при первой возможности штаб агентства отдельно отметил его неподдельный энтузиазм который уже не раз поднимал боевой дух отряда в трудной ситуации хорошо так еще способности наносит удар щитом выпуская накопленный солят заряд если щит был заряжен урон также получает противник за спиной у цели заменять способность завершения то есть может атаковать несколько целей если они друг за другом стоят кинетический щит накапливать до двух единиц заряда закрывая людей щитом от вражеских выстрелов наличие заряда усиливает некоторые способности то есть ли мы накидываем щит на мы мы его накапливаем раскрывает магический щит чтобы закрыть себя или союзника превратить весь урон а следующие атаки от одной на героин получает одну единицу заряда когда щит отключается не приводит к окончанию хода понятно и последний верш наш псевоник оснащение винтовка стартная броня без дополнительных штурмовых способностей телепатическая сеть верш получает плюс 10 к меткости за каждого врага в телепатической сети врагов можно добавлять телепатическую сеть помощью ряда психианических способностей оцепенение верш психианических улучшает цель отнимает у нее от 1 до 2 действий добавляет и телепатическую сеть это способность не действует на врагов уже находясь телепатической сети боевое безумие атакует разум врага тем самым что его в пасть состоянии берсерка и атаковать ближайшую цель одновременно добавляет его телепатическую сеть это способность не действует на врагов уже находясь телепатической сети атаковать ближайшую цель то есть можно заставить атаковать своего я так понимаю хорошо с рядом мы познакомились вершим и не посмотрели биографию агента до вторжения сионическая поддержка отрядов дохликов производивших внедрение земные правительства вторжение активно пытался установить контроль над земными правительствами экспериментировал с неочевидным и долгосрочным контролем над мыслями людей испытуемых оккупация был представлен контролировать разум влиятельного человека способного успокоить население земли исчерпывающими и убедительными ответами на вопросы о намерениях пришельцев выбран качестве кандидата для обращения подвергнут процедуру слияния днк человека и сектоида после обращения начал проявляться чувство коренному населению земли несколько раз помогал ячейкам сопротивления снабжая их информации освободительная война 35 года работал двоим агентом активно помогал ячейкам сопротивления и проекту икс ком настоящее время находился в лагере для военнопленных пока руководство иском не узнала о его настоящей роли в войне согласился поступить в отряд в агентство восстановления перевод в отряд химера был одобрен лично директором келли хорошо это у нас сооружение давайте смотрим склад склад x ком это место где вы будете заказывать оружие и снабжение для ваших агентов здесь также появляются предметы открытые с помощью проекта сборочного комплекса хорошо ресурсы кредиты кредиты один из трех ресурсов необходимое агентство восстановления на складе иском их можно потратить чтобы заказать новые предметы или или улучшить уже имеющиеся трассирующие пули повышают меткость на 5 инъекционные патроны если опадание коса достаточно чтобы убить рога враг потерять сознание но не умрет потерявшись она и роге будет арестована до завершения задания по завершению задания до просто просто приносит гораздо больше информации чем отчеты патологоанатомов я там рекомендации по мере необходим возможности использовать инъекционные патронные соснотворным да неплохая вещь то есть мы будем оглушать не убивать врагов и потом получать разве данные брони нету вспомогательная аптечка восстанавливает 4 очка здоровья агенту можно реализовать воздействие яда кислоты огня несущий аптечку не спринчем к яду 32 стоит граната обезврежущая граната в эти строя все нестрельное оружие в широком радиусе вроде как прикольно но по факту наверно не очень это как в экскоме втором противник разряжал наше оружие но у нас получается следующий ход два действия на одном и заряжаем на втором и стреляем то есть полностью вывести строя оружие мы не сможем противника светошумовая граната дезориентирует всех врагов радиусе поражения эффект не распространяется на дружественной цели и других агентов дымовая граната повышает защиту сольцов понятно автоматическая карта ключ подрывной заряд но у нас подрывной заряд вроде есть автоматическая карта ключ у нас у одного агента тоже какая-то там была способность открытия и андроида пока нету давайте инъекционный патрон купим давайте возьмем аптечку бездряющую граната 35 вопрос еще важный тратится эти предметы или нет хирургима у него подрывной заряд есть и он как бы не тратился на подрывной заряд можем кстати сразу оснастить других тоже чтобы там купили кого у нас тут хороший урон 46 инъекционные патроны ну аптечку возьмем вопрос ключ карта то же самое взламывается или нет так оружие посмотрели склад посмотрели незанятые агенты расследование там и видели расследуйте действия потомков сложность простая постараюсь держать курс всего что происходит что требует вмешательства кстати сотрудники поставной компании потомков только что открыли огонь по городскому патруля патруль патрульным мы же их остановим верно в принципе у нас нету ничего а можно только 4 агента взять да давайте с тем же составом поедем единственное что хочу сборочной назначить тогда затяжку для ускорения постройки птичкой затяжки отдал птичкой затяжки отдал тьох 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 Продолжение следует... 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 и у него 6 хп неплохо сто процентов не готов не готов не готов раб служка раб раб не готов здесь мы троих видим служка еще на 91 34 командная работа один раз задание агент может переместить ход товарища начала временной шкалы чтобы тот подействовал следующим это способность доступна всем членам отряда приготовление приготовление дает бойцу бонус защите и приближает следующий ход на временной шкале используйте эту способность если агент оказался в опасной ситуации или нужно скоординировать действия отряда жертвы среди мирного населения повышать недовольство в районе расположить агента рядом с мирным жителем чтобы приказать жителю бежать с поля боя приготовься повышает защиту на 30 клане на 50 следующий ход настанет раньше командная работа крестный координат действия на союзников негативных эффектов приближая его очередь действия мышка способность команды является общей применяется только один раз задание так 34 можем не душить давайте вершу ускорим попробуем так получается мы двое ходим на курс на по моему патроны до которые улучшают или вы на курс на то есть можем заходим с фланга два в плен взяты второе помещение пошло первое впечатление бонусы от парадной двери первый воспользоваться этим боец гарантированно попал до этого врага дозорный пуст концы фазы проникновения босит но если переходит режим наблюдения неплохо меньше агрессивных противников наблюдение попадает меньше агрессивных противников зорный пост меньше агрессивных противников попадает врага нам нужно так чтобы агрессивные были ближе мы туда быстрее уничтожим слушка рад слушка сверху слушка слушка так крест находит первое арестовать мы не можем 50 процента последнее помещение стена шума громом никто захоронявших ход не агрессивных рыб не будет готов боя дозорный пост в конце автоматически переходит режим наблюдения камкан мгновенного действия 1 воспользоваться этим ходом боец будет обездвижен на один ход дозорно давайте через стену пойдем тогда дозорно 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 так и а Субтитры сделал DimaTorzok Слушка раб, они все вдвоем здесь Слушка ходит потом Там крестная Слушка 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 есть шанс что мы его не вырубим с просто включим щит и отключем на себя его на себя может применить его плюс заряд хорошо 2 3 и и Субтитры делал DimaTorzok Данная раскрыта. Так держать, чтобы они не задумывали. Теперь потомкам придется обходиться без доходов об этой компании. Да. Нам звонит директор Келли. Я переключу ее на главный экран. Как только вы вернетесь на базу. 8 захвачено. 20 разведданных получили. Награда за задание. 40 кредитов. Вопрос принес 20 разведданных. Поступление из архивов. Брэдфорд. Инопланетяне в твоем агентстве? Дженни, о чем ты вообще думаешь? Келли. Что представляет самую большую угрозу нашей планете? Брэдфорд. Возвращение старейшин. Келли. Если они вернутся, кто будет с ними сражаться? Брэдфорд. Мы все. Это я понимаю. Я видел прогнозы. Ты думаешь, шеф даст согласие? Келли. Я думаю, что шеф всегда видел общую картину. Выдержка из протокола собрания рабочей группы агентства восстановления 25 августа 37 года. Проект андроиды завершен. Андроид личном составе. Активная операция. Так, конфискуйте приборы потомков. Мы видели у потомков приборы неизвестной конструкции. Это явно не разработки Адвента. Узнаете, откуда они взяли эти технологии. Мы должны понять, как и почему они пользуются ей. Продолжение следует... Штаб специальных операций. Штаб специальные операции. Это поручения, которые агенты выполняют в одиночестве в интересах отряда Химери в городе 31. Они могут снизить недовольство, принести дополнительные ресурсы или дать временное преимущество во время заданий. Штаб специальных операций. Сбор средств. Убеждают состоятельных спонсоров и влиятельные организации пожертвуют средства на борьбу с кризисом. Патрулирование помогает полиции 31. Благодарность патрульные будут сообщать об удовлетворительной активности, требующей нашего вмешательства. 65 разведданных. Из кубка Элерио позволяет прибегнуть к услугам подставных покупателей задержать подпольных торговцев Элерио. Сборочный комплекс завершено андроидов в личном составе. Дает одного андроида армейской модели. Теперь на складе можно заказать андроидов, открывая доступ к базам проектам сборочного комплекса. Можем изучать модульное оружие, модульную броню. Модульное оружие, типовое оружие бойцов XCOM выполняет свою задачу. Нам придется усовершенствовать его, чтобы удержать новые угрозы. Требуется андроид в личном составе. 25 лире один день. Два дня, да, с учетом нашего агента. Посетив арсенал, агенты могут установить модули на новое оружие, новый предмет на складе автозаряжения, новый приклад, новый предмет, расширенный магазин и броня. Рано или поздно одной кевларовой брони станет достаточно. Мы не можем навести порядок в городе 31, если начнем погибать в уличных стычках. Адроид в личном составе требуется. Посетив арсенал, агенты могут установить модули на свою броню, но предмет на складе адаптивные волокна, но предмет на складе дополнительные прокладки, но предмет на складе гиперскоростное волокно. Так, но мне больше нравится оружие вначале, чтобы мы могли уничтожать противника с одного выстрела. Типа заданий. Задания бывают самыми разными. Расследования. Такие задания отмечены фиолетовым цветом и могут потребовать подготовительной работы и участия боевого отряда. Со временем они придут к сдержанию лидеров фракции, способствуют развитию сюжета. Дополнительные задания. Они отмечены желтым цветом. Выполнять их не обязательно, но это приносит дополнительные значительные награды. Чрезвычайные происшествия. Такие задания отмечены красным цветом и возникают с района с высоким уровнем. Недовольство населения. Главные задания текучего расследования всегда отображаются на карте, но может быть скрытым. Скрытые задания повышают недовольство в своем районе каждый день, пока остаются активными. Они сами откроются со временем, но этот процесс можно ускорить, выполняя задания наводки. Наводки появляются случайным образом, пока на карте присутствуют скрытые задания. Эти задания не обязательно, но они могут намного ускорить расследование. Дополнительные задания. Дополнительные задания. Принесут больше ресурсов. Помогут удержать недовольство жителей под контролем. Так, это расследование. Это текущее действие. Давайте возьмем, наверное, так, оружейное. Сейчас посмотрим по снаряжению. Кого, что тут у нас. Птичка. Минус. Может скрывать двери, да? Может взорвать. Хочу затяжку взять на задание. Вместо терминала. Вместо терминала. Хотя, может, вместо Херувима он как-то не супер себя показывает. С возможно, в паре направления на их первон deixa. Может быть, но не будет. Такой, оружие у нас через день будет готова сложность средняя потомки по неизвестной причине атаковали место завод полиция 31 оценила оцепила периметр но арест поручили вам два дня до открытия операции то есть мы идем или мы просто изучаем ее подкрепление в виде андроида красные все агенты вероятно будут ранен и вероятно будут ранен и вероятно будут ранен парадная дверь блокирует мгновенно действие оружие первого воспользоваться этим бойцом будет выведена из строя хорошая видимость все воспользоваться этим входом бойцы получат 25 меткостей во время премкновения неплохо улучшены рефлексы все осуществятся входом бойцы получат защите на один ход трудная мишень враги наносят на меньше урона вероятно будут ранения вероятно будет ладно входим крестная затяжка терминал вердж сушка сушка агрессия надо атаковать араб араб сушка готовность готовность эти не готовы вот ходить позже лучше конечно служку убивать потому что они гарантированно урон синического действия наносит рабы могут оружием могут промазать 3 5 процентовка одинаковая агрессию надо было добить на кто-то приятели приятели просто до 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 Потом Слушка Революция Угу, вдвоём буду действовать Вершина открытая вообще осталась Так, надо как-то убежать с открытой местности, мне кажется Все равно сланга залежит Слушку Которая сверху у нас Давайте степенение попробуем Ну, два хода хорошо контролируем Сейчас затяжку нашу наверное будет стрелять, она открытая стоит Поверчу Промазал, повезло Затяжка может опутывать врагов рядом с собой Насявим незначительного урона И лишая возможность действовать свой ход Свящий ход затяжка должна решить запустить её и держать дальше Так, у нас Вот этот вот Потом Четвёртый Можем, в принципе, вырубить Оставаясь в укрытии Why don't you lie down for a bit Why don't you lie down for a bit Процентовки не очень Так, мы на открытой местности, давайте кто-нибудь уйдем Минус три грани, эээ Проблема Минус три грани. Играть полячем за затяжку полячем за затяжку эвакуируйте а вот в эту точку я понял будет ли какая-то да будет подкрепление и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Третий вот этот ходит, да? Если мы уйдем, потеряем контроль Шестой Субтитры делал DimaTorzok Минус два КП А, блин, еще подкрепление ему надо обходить, а я что-то раз Расстрелялся Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Терминал у нас останется открытый, да? ДимаTorzok 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 Если мы стрельнем, мы сможем убежать. Наград задания, два дня до открытия операции, вскоре получились открытия, получили кредиты, состояние города, уровень удовольствия, районе рыбацкий пирс вырос до 1, районе окраин до 2, набережная вырос до 2, поступление из архивов в РД Грис, волна эмоций захлестнула меня, как только они атаковали горы 31. Ужас сбивал с ног, будто взрывная волна. Я постарался скрыть от кресолидов столько умов, сколько сумел. Я говорил себе, что действую в собственных интересах, но благодарность тех, кто уцелел. Я впервые почувствовал эту эмоцию в свой адрес. Она изменила ход моих мыслей. Я по-другому взглянул на людей на себя, иначе увидел наше будущее. Фрагмент передачи ретроспектива на 37-м канал, эпизод «Броня. Клоповники. Стояние проекта». Проект завершен. Модерное оружие. Фрагмент передачи ретроспективы. Трансляция закончилась с канала. Смотрим сборочный комплекс, что у нас теперь доступно. Модульное оружие. Завершив. Посетив арсенал, агенты могут установить модули. Новый предмет на складе автодержания. Новый предмет. Приклад. Новый предмет. Расширенный магазин. Хорошо. Это мы можем исследовать, я так понимаю, да? Или можем уже покупать доработанная витовка, доработанный пулемет, доработанный. Улучшает конструкцию, эффективность. Я так понимаю, что будут увеличивать урон. Так, появилась у нас подготовка. Повышение агенты получили. Шрамы агентов. После того, жизнь вашей команды зависит на вашей успешной восстановленности. Так что не позволяйте эти болезни проникнуть. Ты их зарплатишь в долгое время. Курсов, которые станут доступными по мере получения новых званий. Каждый их курсов может пройти один раз, чтобы повысить характеристики агента и научить его новым способностям. Если агент обзавелся в шрам, он также получает доступ к самому курсу, который позволяет его залечить. Обучение в таких курсах может повторить по мере получения агентов в шрам. Агент может переставить предхождение курсов, вернуться в любой момент, но при этом весь достигнутый им прогресс будет утерян. Понятно. Давайте сначала повысим уровни агентов. Разблокирована новая способность повышения дозвания младший агент. Разблокирована способность, упраждающая удар. Используя дробовик в начале штурма, крестная делает выстрел, который позволяет ей подействовать раньше других и получает одно дополнительное действие в первый ход. Используется только один раз младший агент. Понятно. Получили плюс меткость увеличилась. Тяжело раненый боевый агент может получить шрам. Шрам и негативно скажутся на базовых характеристиках агента. Эффекты не пройдут до тех пор, агент обойдет в соответствующую подготовку и не избавиться от них. Агенты получают шрамы, когда теряют сознание о бою, начинают истекать крови. Каждый полученный шрам негативно оказывается на их характеристиках. Они также могут получить шрам, когда у них останется меньше половины здоровья. Хотя это маловероятно. Если агент снова получит шрам, он станет глубже и хочет эту характеристику еще сильнее. Шрамы также становятся глубже, если истекающего, кроме агента, бросают в время эвакуации после задания. Когда агент получает шрам, ему также становится доступен курс, позволяющий его нейтрализовать, какой бы глубины ни был этот шрам. Терминал шрам, слабость, характеристика снижена на 3 здоровья. Так, повышение в звании. Новая способность. Свежесть. Гейлин восстанавливает 2 дениса здоровья всем бойцам на своей точке проникновения. Используется 1 раз задание. Хорошо. Верш получает новый уровень левитации. Поднимает врагов в воздух, тем самым решает его укрытие в начале штурма. Левитация нейтрализует готовых к штурму и агрессивных противников. Отлично. Все, у них это уже выросло. Меткость 69. Специальные операции, подготовка. Давайте червенал полечим. Фазовая подготовка улечит здоровью. В данном случае мы и будем лечить ее шрамы. Хорошо. Давайте теперь на склад зайдем, посмотрим, что у нас доступно. Емкость магазина. Плюс урон. Бесплатная перезарядка. Хорошо. Мы можем улучшать разрабатывать новое оружие. Давайте на этом я закончу данное видео. Интересно, напишите мне в комментариях, насколько вам интересна данная игра. Ваше мнение о ней в целом. Спасибо за то, что смотрели. Не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. Всем удачи, пока.